всем привет друзья большой расход автомобиль devon убира но такой же обвес стоит на lanos 1.6 двигатель коллектор все датчики мозг и двигатель здесь от lanos 1.6 ну что будем проверять для этого нам потребуется мультиметр в режиме 20 вольт до 20 вольт датчик у нас находится вот здесь вот он значит отгибаем вот эту вот защелочку одетели чем-то сбоку она вот полностью снимал куда-то я сюда положить значит да и еще нам потребуется проверить на клеммах значит вот я засунул сначала вправо это у нас 5 вольтовая линия вот что показывает датчик 5 вольт а еще нам потребуется включить зажигание проверяем дальше значит левая крайняя клемма минусовая поэтому берем вот этот минусовой и ставим его на плюс это масса 12 вольтовая линия все в порядке ставим обратно на минус и проверяем среднюю так ну и на среднем у нас сейчас в среднем торчи на выключенном двигателе у нас 5 вольт заплясали показатели значит плохой контакт сейчас заплясали у меня показания короче отломался отсюда вот этот проводок сейчас я его запаяю вот паяльник разогревается и продолжим и так продолжаем видео чуть чуть потемнее стало потому что телефон садится вот средняя подключена пропаял я тут провод сейчас не пляшет показания 525 показывает на выключенном зажигание теперь включаем зажигание смотрим вернее не зажигание включаем а то было на выключенном двигателе и с включенным зажиганием а теперь на работающем двигателе и смотрим что показывает показывает 220 а должно показывать 1,3 либо неисправен датчик либо малое давление во впускном коллекторе вот я вытащил трубку показания начали увеличиваться может быть еще где-то подсос а ну показали вот потрогал я провода трубку сейчас я еще потрогаю вакуумный ничего не меняется здесь потрогаю здесь потрогаю вот эти трубки пожмакать можно ничего не меняется ну вот 2.0 ну может это еще двигатель холодный не прогрет ну хотя как это может влиять на эти показания ну может вакуум просто начинает расти так вот я переключился на газ он начал чуть хуже работать 1.9 1.95 1.95 1.95 так ну речь идет все таки о вакуумном мачте а не о системе двигателя поэтому сейчас мы отключим двигатель ну кстати как говорят что шипеть должно вот оно где-то что-то шипит ну а давление потихонечку падает я хочу заглядить 1.7 1.8 ну в смысле давление повышается вот я выключил двигатель оставил зажигание включенным 4.91 ну мне это говорит о том что в принципе датчик скорее всего рабочий но мы сейчас его еще проверим с помощью шприца так что мы сделали отключил я вот вакуумный шланг датчика значит ставил туда шприц давайте смотрим шприц на себя вот я его тяну на себя разряжаю тем самым ну и соответственно показания тоже меняется еще 1.7 и еще 1.5 и еще 1.5 должно быть 1.3 ух тяжело как идет ну и смотрим если подсох самым датчики вот шприц лежит зафиксированный 1.5 1.5 ну в общем то если он ну его скорее всего нет это скорее всего шприц возвращается так вернем резко шприц обратно чуть-чуть повысилась и обратно вернулась в норму то есть датчик у нас полностью исправный и рабочий теперь предстоит выяснить почему же все таки цифры плохие это значит вакуума недостаточно и так народ если вы столкнетесь подобной проблемой когда начинаешь жрать много вы проверяете датчик а он выдает а он показывает что он рабочий надо переходить стадию замера вакуума в коллекторе об этом будет другой ролик вакуумометром подсоединяемся меряем вакуум ну и там смотрим от нормы сколько же он должен все таки нам показывать вот может